Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибу» информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии для вас работает Александр Ширудила и Олеся Хитагурова. Здравствуйте! О самых важных событиях уходящей недели расскажем прямо сейчас. Какой будет казна в следующем году? В первом чтении приняли бюджет Магадана. Доступная среда для всех. Сколько рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями предлагают колымские работодатели? Муниципалитет выполняет обещания. Снос домов по портовому шоссе продолжается. Пьет или не пьет Магадан? Алкарейтинг будоражит колымскую столицу. Предновогодний марафон продолжается. Телеканал «Карибу» запускает акцию «Пающий Магадан». Послание президента стало одним из самых значимых событий этой недели. В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин затронул темы коррупции, экономической ситуации в стране и вспомнил о грядущей 100-летней годовщине революции 1917 года. Также лидер страны поделился планами на следующий год. Среди актуальных вопросов программа «Материнский капитал». По закону в этом году заканчивается ее срок. Согласно статистике, за последние три года наблюдается прирост численности населения. Поэтому президент поставил задачу найти средства для продления программы минимум на два года. В 2017 году изменения коснутся сфер образования и здравоохранения. Особое внимание уделят благоустройству. На эти цели в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей. Также Владимир Путин подчеркнул, что будет продолжено активное развитие российского Дальнего Востока, куда органично вписывается комплексный план развития Магадана до 2025 года. Важным моментом стала открытость власти в вопросах реконструкции и градостроительства. В Колымской столице сейчас отрабатывают вопрос приобретения программного комплекса «Открытый город». Он позволит консультироваться с горожанами в онлайн-режиме практически по всем шагам. Об этом говорили и на 19-м заседании Магаданской городской думы 6-го созыва. Общая сумма доходов городского бюджета в следующем году увеличена на 20 миллионов 569 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений на реализацию программ строительства и капремонта, поддержки торговли, сферы образования и молодежной политики, а также жилищного обеспечения. Не обошлось и без новых поступлений. Так, со следующего года Магадан получит дополнительные финансовые вливания, в том числе впервые в городской бюджет начнет поступать 50% единого налога, взимаемого по упрощенной схеме налогообложения с предпринимателей. Это довольно большой объем доходов, которые станут хорошим подспорьем в обеспечении баланса доходной и расходной части городского бюджета. Предлагается утвердить бюджет по расходам в сумме 5 миллиардов 710 миллионов 595,5 тысяч рублей и по доходам в сумме 5 миллиардов 601 миллион 777,1 тысяч рублей. Дефицит по-прежнему остается 208 миллионов 818 тысяч рублей. В целом, по словам депутатов, бюджет города Магадана 2017 года социально ориентирован. В нем учтены потребности и образования, и здравоохранения, и социальной сферы. И это при том, что значительное количество средств необходимо направить на функционирование служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, его благоустройство, возведение и реконструкцию социальных объектов и многое другое. Виталий Моряков, Сергей Старостин. Итоги недели. В начале декабря традиционно стартует декада инвалидов. Именно в это время особое внимание уделяется людям с ограниченными физическими возможностями. В течение нескольких недель пройдут различные мероприятия, концерты, выставки и круглые столы, главной целью которых станет обсуждение проблем особенных людей. Открыла декаду ярмарка вакансий в муниципальном центре культуры. С 3 по 9 декабря в Магадане запланирован комплекс мероприятий, объединенных общим названием «Душа всегда свободна». Они пройдут в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов. Церемония открытия состоялась в традиционной ярмарке вакансий, профессии и учебных мест. Представители предприятий и организации города говорили о наличии свободных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В нашей повседневной жизни мы нередко проводим специализированные ярмарки для этой категории граждан. Но сегодня это иное мероприятие с элементом праздника, широты, масштаба. Помимо трудоустройства, сотрудники учебных заведений рассказывали о доступных специальностях для граждан с инвалидностью, правилах приема и условиях обучения. Ведь на самом деле инвалидность это не приговор. Возможность переобучения, повышение квалификации или получение новой профессии должны быть доступны каждому. Мы хотим, чтобы все они себя нашли, чтобы всем было комфортно, чтобы соблюдались права, чтобы мы 100% выполняли свои обязанности, которые имеем перед этими гражданами. В это же время состоялось и открытие региональной выставки декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями. На ней представлены самые разнообразные работы, выполненные детьми и взрослыми. Вышивка, вязание, аппликация, живопись и бисероплетение – это далеко не полный перечень техник, которыми владеют граждане с инвалидностью. При всем многообразии работ, которые каждый год представлены на выставке, в различной технике, с различным материалом, их объединяет одно – это открытость, доброта, богатый внутренний мир авторов этих работ. Свои работы по фотографии представил на выставке член Союза фотохудожников России, лауреат и призер международных выставок Анатолий Сергеев. Люблю море снимать, людей люблю снимать. Очень много чем занимаюсь. Есть какая-то неутомимость в этом деле. Продолжил череду мероприятий региональный фестиваль творчества. На нем все граждане, увлекающиеся танцами, музыкой и стихосложением, смогли проявить себя на сцене и порадовать зрителя. Несмотря на свой недуг, люди стараются жить позитивом, нести в окружающий мир, как я говорил, свет и тепло. То есть это в данном случае отражается в их работах, в картинах, в вышивках, поделках. Церемония закрытия декады инвалидов пройдет в Муниципальном центре культуры в полдень 9 декабря. Тогда же будут и подведены итоги региональной выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Анна Корнетова, Сергей Старостин. Итоги недели. А сейчас наш обозреватель Анна Корнетова расскажет о самых актуальных событиях в стране и за ее пределами. Аня, тебе слово. Здравствуйте. О самых интересных событиях в России и за рубежом по данным информационного агентства ТАРТАС расскажем прямо сейчас. Две российские киностудии примут участие в создании китайской версии знаменитой советской ленты «Человек-амфибия». Работа над созданием ремейка начнется уже в следующем году, а его бюджет может составить порядка 3 миллионов долларов. Китайские бизнесмены поставили перед собой амбициозную задачу – вернуть к жизни британский пароход «Титаник». К декабрю 2018 года планируется в деталях воссоздать судно, которое останется на суше в качестве развлекательного туристического комплекса. А в Бельгии началась борьба с полиэтиленными пакетами в целях охраны окружающей среды. В кассах продуктовых магазинов больше нельзя будет получить такие пакеты для упаковки покупок. Они будут заменены на бумажные. Знаменитая ледяная гостиница в Швеции уже 27 лет подряд привлекает множество туристов со всего света. В этом году часть отеля начинает работать в круглогодичном режиме, благодаря новой холодильной установке, которая поможет сохранить стены гостиницы и в теплый сезон. Строительство бункеров и подземных убежищ становится все более популярным среди состоятельных чехов. Повышенный спрос на них свидетельствует о растущем беспокойстве жителей Чехии из-за возможных техногенных и природных катастроф, а также военных конфликтов. На этом у нас все. Помните, новости ближе, чем вы думаете. Сейчас небольшой блок рекламы. Не переключайтесь. Далее в программе. Муниципалитет выполняет обещания. Снос домов по портовому шоссе продолжается. Пьет или не пьет Магадан? Алкарейтинг будоражит Колымскую столицу. Предновогодний марафон продолжается. Телеканал «Карибу» запускает акцию «Поющий Магадан». Муниципалитет выполняет обещания. Снос домов на портовом шоссе продолжается. Работы ведутся в плановом режиме. Сейчас решается вопрос переселения жителей Каменного карьера в новые дома. Юрий Гришан подчеркнул, что никто не останется на улице. К Новому году завершится и преображение телевышки. Работы по демонтажу рекламных счетов уже идут. Совсем скоро один из главных символов Магадана обретет перевозданный вид. Еще одна тема, нисходящая с экранов телевизоров – сомнительный алкарейтинг, последнее место в котором занял Магадан. Споры о том, что это определено незаслуженно, не утихают и даже вызвали ссору между Магаданской областью и Якутией. Ирония всей ситуации в том, что необъективный рейтинг в шуточной программе вызвал не просто разговоры, а оживил проблему и запустил новую волну против алкоголизма и продажи спиртных напитков. В ситуации разбирался Василий Городничев. По данным сайта «Трезвая Россия», Магадан находится на первом месте по количеству выпиваемого алкоголя. Исходя из приведенных данных, получается, что каждый второй житель города пьет. На эту новость сразу отреагировали центральные медиасферы. А в Магадане, а в Магадане, а пьют селяне и горожане, и что душа захочет, наливай, и ждет тебя удивительный край. Но такая известность была критично воспринята магаданцами. Магадан самая пьющая, так, столица Крымского края. Как вы вообще относитесь к алкоголю? Да нет, неправда. Да и Обломов говорил, что вот Магадан, одна девятиэтажка, продали все радиаторы на этот, на металл. Да ерунда это все, что говорят. Мы сами тут живем, мы видим, что не особо-то он и пьющий. Мы за здоровый образ жизни. Мы против любого алкоголя. У меня дочка работает в этом магазине. Ну, как-то так уменьшилось намного. Ну, потребление. Получается, что статистика обманчива. Ведь те, кто ее составлял, забыли учесть, что Магадан является портовым городом. И больше половины алкогольной продукции, поступающей на территорию Колымы, уходит на Чукотку и Якутию. Заходя днем в магазин или супермаркет, можно заметить, что нет никакого ажиотажа на спиртное. Ни для кого не секрет, что в Магадане достаточно круглосуточных магазинов, позиционирующих себя как кафе. Один из таких, Марк 2, находящийся по улице Держинского. Существующий запрет на продажу алкоголя на территории Колымы в ночное время такими магазинами игнорируется. Достаточно разместить в торговой точке несколько столов и стульев, получить лицензию и по закону можно работать уже как бар. После 10 часов вечера в магазине выстраивается огромная очередь и продавцы в спешке, не проверяя документы, отпускают виноводочную продукцию всем желающим. А таких, как оказалось, немало. Но уже в скором времени такие сомнительные кафе прекратят свою работу. Уже в эти выходные пройдет рейд, по итогам которого станет известно, будут ли функционировать такие магазины. Василий Городничев, Евгений Титов. Специально для Службы новостей. Магадан продолжает активно готовиться к новогодним праздникам. Творческое общественное объединение «Магия творчества» приглашает колымских рукодельниц принять участие в традиционной праздничной выставке «Новогодний хобби-бум». Заявки принимают до 5 декабря на хобби-бум-магадан-маглан.ру Открытие выставки запланировано на 14 декабря в Молодежном центре. Ну а первым шагом к знакомству с рукоделием стала региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Кукольные истории российского кино». Подробнее расскажет Анна Карнетова. В рамках Года российского кино в творческой студии «Перспектива» Молодежного центра открылась региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Кукольные истории российского кино». В ней приняли участие не только мастера из областного центра, но и практически со всех городских округов. Здесь представлено около 200 кукольных героев фильмов и мультипликации. В прошлом году здесь была выставка хобби-бум. Было настолько интересно, настолько увлекательно. Были такие классные мастер-классы, что просто невозможно было не начать что-либо заниматься чем-либо. Ну вот, шел такую куколку. У магаданцев и гостей города есть еще 10 дней, чтобы увидеть любимых киногероев и мультперсонажей, изготовленных с использованием различных техник и приемов. А по окончанию выставки состоится конкурс, в котором каждая работа получит оценку компетентного жюри. Работала комиссия. В составе жюри было 4 независимых человека, которые не работают в нашей организации, которые впервые видели эти работы. Работы были оценены по 4 категориям, 4 номинации и 3 возрастных категории. Благодаря Году кино мастера Колымы смогли сделать встречу с любимыми героями фильмов и мультипликации реальной. На изготовление такой оригинальной куклы уходит немало времени. Все работы, представленные здесь, уникальны. А кто станет победителем, комиссия объявит 8 декабря на закрытие выставки. Анна Корнетова, Евгений Титов. Специально для Службы новостей. В продолжении предновогоднего марафона телеканал «Карибу» запускает проект «Поющий Магадан». В нем может принять участие каждый из вас. Для этого запишите видео с новогодней песней и пришлите на номер 8 900 406 0238. А также можете позвонить к нам в редакцию по телефону 602 002 и заявить о своем желании спеть. Но кроме этого, наши телекамеры будут встречать вас на улицах города. Снежные и волшебные вам зимы. Здравствуйте! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Всем привет! В эфире «Народный патруль». Зайчишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк трусою пробегал. Порою волк сердитый, волк трусою пробегал. Чуть снег по лесу часто, но под полозом скрипит. Лошадка махнаногая торопится, бежит. Лошадка махнаногая торопится, бежит. Везет лошадка дровенький, а в дровнях мужичок. Срубилу нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная на праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. И в завершении выпуска главное событие начала декабря. Служба новостей медиахолдинга «Карибу» переходит на ежедневное телевизионное вещание. Теперь следить за важными и актуальными событиями в жизни Магадана вы можете 5 дней в неделю. На этом у нас все. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин